Приступаю к замене лампочек. На УАЗ Буханка родные меняем на LED. Нужно открутить вот эти болтики или шурупы. У меня здесь вот этот кенгурятник не дает возможности, поэтому взял гибкую. Предварительно немножко пшикнул ВДшки. Он уже весь ржавый. Так, снимаем. Резиновые перчатки помогли ухватиться как следует, потому что здесь резиновая прокладка, она так прижата была неплохо. Теперь откручиваем вот эти. Есть. Сдвигаем эту рамку. Вынимаем саму фару. Вот она. Такие мне подарил мой подписчик. Приезжал в гости, был видос об этом. Спасибо, дружище, большое. Вот, наконец-то, спустя сколько? Год? Полтора-два. Я теперь их устанавливаю. Без проблем сдернул. Пружинки прекрасные. Хоп. Лампочка. Супер, пригодится в запас. Ну а здесь просто красота. Вау. Реально круто упаковано. Блок, переходник. Так, даже эти есть. Идеально. Очень плотно села. Невероятно классно. Вообще не будет трясти. Резиновая прокладочка и сам вот этот, он такой резиновый. Очень туго вошла. Супер качественно. Вошла очень плотно. Места там не так много для такого количества проводов. Я сначала попытался скрутить, но только хуже стало. Вот сколько нужно провода запихнуть. Переделал. Поставил, чтобы блок был снизу. Чтобы он сверху не ложился на фару. Вдруг она будет горячая. А вот снизу. Ну, и вроде как радиатор тоже там в порядке свободный. В пазики ставим. И в обратном порядке собираем. Непонятно. Сейчас закрою, выключу свет, посмотрим. Ну, возможно, да. Возможно, покруче свет. Супер, меняю вторую лампочку. Работа окончена. Вторая я вообще за минуту заменил. Ну, прекрасно. Сейчас мы проверим. Проверка. Закрываем. Свет выключаем. Свет у меня... Телефон отключается, поэтому сейчас отключу телефон, выключу свет и опять сниму. Ну, это, конечно, небо и земля. Вау. Шикарный свет, такой голубоватый. Надо и нижний менять получается, а то как-то смотрится не очень. Дальний вообще огонь. Вау. Вау. Результат супер. И так быстро это все. Я рад вообще. Сначала изнутри пытался там подлезть, но там ничего, там нету никаких крышек и так далее. Ну, хорошо, что разобрался. И ютубчик в помощь, и рутубчик в помощь. Вообще, интернет это сила. Спасибо тем, кто подсказал, как мне это сделать. И я оставляю это видео для тех, кому это тоже может понадобиться. Ну, а если у вас есть желание посмотреть, где я путешествую на своей великолепной машине. И Абхазия, и Казахстан, и Териберка, и Кольский там туда на край, на Рыбачий, блин. И сейчас вернулся недавно с Алтая, поэтому приглашаю к просмотру. Спасибо большое. Подписывайтесь на канал, посмотрите там другие видосы. Возможно, вас зацепят и переходите к нам в телеграм-канал, где мы каждый день общаемся, что-то обсуждаем, что-то я делаю. Либо просто рассказываю о своих мыслях. Спасибо. Не, я, конечно, все понимаю, но у меня нашлись и подфарники. Тоже, они тоже LED. Может, и их заменим. Вот такие. Ой, я думаю, просто откручивать, вынимать и все. Так. Так просто здесь я не отделаюсь. Поэтому залезаем вниз. И нам нужно добраться вот до этого лючка. Такая противная система тут, конечно. Вау. Снизу очень сложно мне было разобраться под лестницей. Очевидно, я так полагаю, что этот лючок уже не встанет на место. Для этих целей ребята предусмотрели вот такую заглушку резиновую. Сейчас здесь прорежу. Поехали. Не знаю, насколько это решение элегантное. Ну, по крайней мере, с нижней стороны есть прорезь для слива водички, если попадет. Короче, мне эти не нравятся нифига. Поворотник не работает. Все какие-то хлипкие. Резинка здесь отстает. Даже если прижимаю вот здесь, она упирается в кузов. Это не прижимается. Нет, я лучше лампочки поменяю. Возьму светодиодные и воткну в родные. Вау, смотрите. Грибочки. Ничего себе. Это как вообще? Мы пошли погулять. Видели гадюку настоящую. Было очень страшно. Офигеть. Надо было с тобой идти. Я тебе звонила. В общем, я разобрал эту фару светодиодную. И оказалось, что просто вот габарит светодиодный, а лампочка накаливания. Поэтому сейчас попробую в родную фару вставить вот эту штуку. Да и все. Вот это я извращенец, конечно. Из двух собрал одну. Но, по крайней мере, мне нравится то, что это вот так ярко. И так много этих светодиодов. Ну, круто. Главное, что я сохраняю возможность закрыть через прокладочку, чтобы там сухо и все чисто. Даже плафончики новенькие. Хотя аналоговый свет, желтенький, это, конечно, кайф. Но надо, чтобы круто светило и не напрягало систему. И не грелось тут ничего. Резиночку забыл. Поставил. И с внутренней стороны закручиваем. Все. Как было. Идеальная защита от воды и от всех дел. Можно нырять. Как следует. Снимаем старую. Берем новую. Все раскручиваем. И меняем контакты местами. Теперь вынимаем вот этот контакт. Там есть стопор. Сейчас я его поправлю. И он спокойно вынется. А этот контакт нижний отсюда переставлю в новую, чтобы была запасная. Ну, а этот, соответственно, вставлю сюда. Все. Готово. Это сейчас я поправлю. Привез отца домой. И как раз вот есть возможность здесь продемонстрировать. Вау. Субтитры сделал DimaTorzok